Морду кирпичом сделай! Местная ФСБ, иммиграционная, полиция, десантники. Масадовец такой. Заходим в камеру, нас встречает какой-то смотрящий. Ну, он где-то в моей комплексе. Все говорили о том, что вот есть претензии от России. Мы качнули шарик. Путь проклятый все, кто начал эту войну, и все, кто ее поддерживает. Хотите участвовать в культурной жизни России, надо съездить на Донбасс. Я думаю, что это какой-то современный Иисус, наверное. Он себя сделал. Путин никогда не выиграет эту войну. То есть он уже проиграл с самого начала. Был ли момент у тебя, когда тебе прям страшно стало? Рассказывать все от своего имени, как это происходило, как я это видел. После Таиланда, когда мы по морде дали совсем на отмашь, понимаешь, российскому МИДу, я в этот момент понял, что да я ничего не боюсь вообще, понимаешь? Вот в чем дело. Я просто не боюсь ничего. Ты идешь как танк. И тебе помогают все силы, которые только существуют на планете. Я хотел бы, чтобы ты максимально подробно мне последовательность всю событий с этой вашей историей раскрыл. Давай начнем с того, что вы отыграли один концерт. Давай я сразу поэта. Преамбул такая. Я буду рассказывать, скажем, от себя. Потому что, наверное, самое лучшее описание всей этой истории это Максим Касс у Плющева. Это абсолютно синопсис для фильма. И в то же время это абсолютно последовательное... Это точка зрения извне. Это оттуда, да. Поэтому я буду рассказывать все от своего имени, как это происходило, как я это видел. Это был тур из трех городов. Это был Стамбул, Паттайи и Пхукет. Пхукет последняя. Это было три великолепных, обалденных концерта. Мы придумали новую программу, где есть общение с залом. Спасибо вам. У нас такая обстановка сейчас концерта. Классно, да? Мы нашли это вот. Классно, классно. Словили этот момент. Тут все пришли попеть, понимаешь? Конечно. Я потому что, честно говоря, я снял наушники, ахуел, а они там все поют. Начал тихонько петь спокойно, чтобы они мне подпевали. Не, хорошо. Но это не значит, что у нас в Таиланде будет так же. Да, да, да. В Таиланде будет полырки. Пошли, Левочка. Паттайя, концерт отличный, абсолютно. Пхукет. Абсолютно все нормально. Клуб? Клуб. Большой клуб. Сколько людей примерно? Ну, где-то в равен тысячам. Да. Концерт заканчивается. Мы уходим со сцены, приходим в нашу гримерку. Четыре силовых ведомства. Четыре. То есть местное ФСБ, у них как-то оно называется, ICD или что-то такое, иммиграционная, полиция, я не знаю, кто там еще, какие-то эти, не знаю, десантники. То есть, в принципе, этого количества хватило бы, чтобы захватить в Вьетнам соседние людей. Причем они ведут себя абсолютно уверенно, спокойно, поэтому с нашей стороны мы даже не понимаем, в чем пока еще суть проблемы, потому что мы, как обычно, привыкли, что пришли, сейчас организаторы с ними поговорят, разберутся. Есть такое требование, что за тех людей, которые находятся на сцене, надо платить. Там деньги, в общем, если ты проводишь концерт, они смешные. Там по 100 долларов, по-моему, на каждого человека. Это типа налог или это разрешение какое-то? То есть, смотри, какая история. Вообще, в принципе, мы никогда за 25 лет своего профессиональной деятельности, мы никогда к этим вопросам не имели отношения, потому что это находится в компетенции принимающей стороны. Мы не можем знать законы всех стран. То есть, есть две рабочие визы. Есть рабочая виза, которая тебе позволяет там, например, работать долгосрочно, вот ее получаешь долго, там, два-три месяца. Это такая виза, которая тебе разрешает, там, на стройке работать, я не знаю, как бизнесменом, что-то. Если ты выступаешь один день, то для этого есть там специальный документ, который ты просто оплачиваешь, что разрешение на работу на один вечер. И вот этого он не сделал? Этого не было, да. Вы же за год до этого там уже были, без проблем прокатились по всем концертам. Вообще. Я не знаю, мы платили, тогда не платили, то есть, это вопрос... Я говорю, что мы не должны этим вопросом заниматься вообще. И в какой момент в гримёрке вы понимаете, что происходит? Это было очень долго непонятно. То есть, мы просто ждали, когда это все закончится, и чтобы мы могли спокойно поехать там уже в гостиницу и все там. Ну, самое главное, что это все было очень странно вообще, понимаешь? Потому что они нам дали провести концерт до конца. То есть, там, например, кому было запрещено, там просто... Вот Руслан Белый, по-моему, там было как раз накануне. У него просто клуб закрыли, и все. И сказали, концерта не будет, понимаешь? А с другой стороны, история была с Нойзом МСИ, когда пришли к организаторам, сказали, у вас нет соответствующих документов. Организаторов концерта увезли, с ними договорились, те все оплатили, и концерт сам прошел нормально. Уже к началу концерта... Вариантов миллиард. Это нам потом какие-то знающие люди, которые, ты понимаешь, там все, в принципе, на коррупции строится. То есть, роль российского консульства, она уже стала пробиваться практически сразу. Когда мы выяснили, что вся проблема заключается в том, что мы выступили и нарушили закон, а именно те, кто стояли на сцене. То есть, удивительно, кстати. Ну, ради бога, ладно. Значит, те, кто стояли на сцене, семь человек, нарушили закон, и нам теперь придется ответить. То есть, что это такое штраф? После чего нас должны были просто взять, отвезти в аэропорт и сказать, летите куда хотите. То есть, вот это такие вот, собственно, газозаконы. Не было никакого разговора ни о какой-то там конкретной куда-то там депортации, там, эксгумации, я не знаю, чего, понимаешь. То есть, это достаточно рядовая ситуация. Ну, она, может быть, не очень... Да, нам казалось, да. Мы, конечно, все-таки задействовали, у нас там сразу, ну, знакомых много. И к нам еще появился решалок. Люди, которым он помог, они его к нам прислали. И у нас сначала он нам помогал, потому что, ну, то, что говорила нам полиция, понятно, да, то есть, они еще и как бы благословно относились к этому решали, который имел какие-то связи там с полицией. То есть, это его работа. Он доносил до нас, лично уже до нас, информацию, да, которую он рассказывал о том, что в чем, собственно говоря, состоят какие-то определенные проблемы. Это все происходит еще в гримерке? Да, туда он уже приехал. То есть, это все затягивается, нас никто там не вяжет, ничего. Мы занимаемся тем, что можно в Таиланде. Все это еще на уровне такой веселухи. Но у нас, значит, в какой-то момент просто, значит, говорят, вы нарушили закон, то есть, мы уже знали, что это все заказ. Они не скрывали это абсолютно. То есть, прям честно говорили о том, что там пришло какие-то определенные заявления. Ну, что они специально приехали, конкретно по нашу душу. Ну, и что один из инициаторов всего этого, собственно говоря, вопроса, это русское консульство. Ну, мы подумали, хотят нам сделать гадость. Ну, ладно, ну, такие мелочи, какие-то пакости, то есть, это уже ожидаешь от России, от Путинской, надо мной, от времени. Ладно, хорошо, что? В тюрьму едем временную. То есть, ну, это ожидание суда. Нас отправили ночью, прям, значит, в этот, мы еще такие все навеселея. Камеру вообще без ничего. Кафель, ну, слава богу, никого не было, мы были одни. Кафель просто, вот мы как-то просидели эту ночь, там, проспали, кто как. Шурик сначала там скакал на этих, на... Ну, он еще был пока нетрезвый после концерта, поэтому он там скакал на клетке, на этой, типа, кричал он, пел интернационал. Спали вы как там? Ну, мы как спали, ну, мы на кафеле просто. Это была вот просто такая клетка. Батрасов никаких? Ничего не было вообще. То есть, в тот момент нам надо было просто перекоротать ночь. Пока вам, в общем, кажется, что это непонятное, странное приключение, но как-то все нормально. Тем более, что я, ну, мы артисты, и поэтому там организаторы все решают. Хорошо, нам надо ехать, нам объясняют. Значит, надо ехать в полицейский участок, это есть такой закон, значит, что мы нарушили, мы нарушители. У нас суд. Мы на следующий день едем на суд, суд присуждает нам штраф на человека по 89 долларов, я уже не помню. И, в принципе, эта история лишена. Нам выписывают этот штраф, т-т-т, это следующая у них инстанция, последняя, это иммиграционная, у них там какая-то служба, полиция, которая должна нам дать окончательные, значит, уже там... Документы. Документы, там, что, типа, мы просто вот должны уехать. Российский интернет все чаще сталкивается с ограничениями. Нужные сайты не находятся, YouTube на грани блокировки, даже Google Play перестал открываться. Но VPN все еще работает и остается законным и главным средством для приватности и свободы в сети. VPN наружу. Это умный VPN, который не надо выключать. Он открывает одновременно и российские, и зарубежные сайты за счет умного распределения трафика. При этом, не важно, в России вы или за рубежом, открывает все и отовсюду. Настройте один раз, и он будет работать сам, когда это необходимо. Вы получите доступ к свободному, нефильтрованному интернету. Как в старые добрые времена. VPN наружу безопасен и защищен от блокировок. Он доступен на всех устройствах. У сервиса отличная поддержка. В чате быстро отвечают живые люди. Они помогают в сложных случаях. VPN наружу – это высокая скорость интернета, неограниченный объем трафика, возможность подключения до 10 устройств одновременно и выбор из 19 стран. Все это доступно по единому тарифу от 290 рублей в месяц. VPN наружу можно попробовать бесплатно на 7 дней без указания данных карты. Достаточно ввести имейл. По промокоду TVRain действует скидка 20% на первый платеж. VPN наружу – ваш проводник в свободный интернет без границ и ограничений. Мы готовы к блокировкам, а вы – все подробности в описании. Еще на Пхукете попадаем уже в иммиграционный такой СИЗО. Несмотря на то, что нам всем казалось и всему миру, который прочитал об этом, что типа, ну все решилось, там заплатили штраф, ну что, все дальше. Ну, вышлют сейчас и все. Тут нас задерживают в этом Пхукете, и мы понимаем, что мы из Пхукета сейчас не улетим просто так, вот там в разные стороны, что-то еще. Нас должны теперь уже почему-то переправить, значит, в Бангкок, где это решает уже какая-то там… Другая инстанция. Другая инстанция. У нас еще тогда были телефоны с собой. Там это тоже привилегия была, конечно, оплачена. И мы никак не могли понять, что происходит снаружи. Ну, то есть мы поняли, что происходит какая-то странная задержка. И мы два дня, две ночи провели в Пхукете, и уже на вторую ночь стало понятно, что там фигурирует какая-то очень большая шишка. Генерал, который, ну, способствует вот этим всем процессам. Местный. Местный, да. У которого такое очень интересное имя, такое Биг Джоук. Биг Джоук? Да. Не очень его ощутимо. У него есть даже в Википедии его страница, понимаешь, с перечислением всех его вот приключений вот этих. А он занимает какую-то официальную позицию там? Да. Армейский чиновник или полицейский? Ну, это полиция. В конце концов мы, значит, приезжаем уже на Пхукете в иммиграционное СИЗО. А что это такое? Это, ну, это просто такой отстойник для людей, которых через какое-то время должны депортировать или там что-то там с ними сделать. Там еще был даже телевизор, которым он был на расстоянии. И мы, чтобы связаться по почте там, чтобы что-то там переслать, мы просто нашли длинную палку, вот, притащили к себе пульт. И мы, телевизор сейчас современный, там можно выйти в интернет. Вот. И у нас была какая-то еще связь через телевизор. Мы просто через почту там списывались с кем-то. Ася, моя супруга, она в этом плане всегда чуть-чуть опережает опасности какие-то. Она уже обратилась к Диме Гудскову. Пока это все имеет такой характер просто проблемы, которая непонятно к чему ведет. У нас же группа, они все, Максим, там, Шурик, они все, значит, все звонят, пытаются что-то выяснить, никто не может ничего ответить. И нам постоянно говорят о том, что, типа, прекратите отношения с решалами, все должны делать адвокаты. То есть я просто понимаю, что мы сейчас или овечки, которые сейчас за нас будет какая-то там возня, или надо из этого выходить в ситуацию. Ну, я решил опередить. Я звоню своему другу Игорю Рубинштейну. В Израиль. В Израиль, да, именно в Израиль. Другу детства. Сейчас у него основной профиль — это работа с политиками израильскими. То есть он возглавлял там предыбранные штабы на Таньягу, там, не знаю, кого еще там. Благодаря этому у него, конечно, очень широкие связи со всей прессой. И я понимаю, что, значит, нужно какое-то прям ключевое решение. Я звоню Рубинштейну, он в магазине с продуктами. Я без здрасти, до свидания просто говорю, Игорь, у нас проблемы. Давай решать, значит, я тебе говорю, у меня телефон, не знаю, сколько еще будет в руках, потому что уже прям пошла информация, что сейчас скоро заберут телефоны. Поэтому я говорю, давай разрабатывать план. И он сразу врубился. Он типа вот просто поставил продукты в магазине и пошел. Я говорю, давай опускаем Би-2, как основной центр внимания. А что тогда центр внимания? Переносим на то, что на территории Таиланда руководит всем администрация Путина. С какого-то перепуга, понимаешь, то есть администрация Путина, там, посольство и так далее начинает диктовать свои какие-то условия. То есть я ему пишу и говорю, основной давай упор поставим на то, что не то, чтобы там группа, совершив какой-то проступок, понимаешь, а то, что нас по заказу хотят вернуть в Россию. То есть на этом месте может быть любой человек, понимаешь. То есть вот именно на это поставить упор. То есть мы не работаем на русскую прессу вообще, нам это не интересно. И мы ставим упор на иностранную. Хорошо, что Израиль, эта вся пресса, она, как правило, дублирована на английском. То есть газеты «Арес», там все эти газеты, они выпускаются еще и на английском языке. Мы с Игорем отговорили этот вот весь план. Дальше это уже все, он стал центром операции. Тут уже, понятно, связались с Асей, они объединились, потому что это было уже два человека, которые, то есть Ася занималась там какими-то вопросами, которые ей говорили, что надо сделать. Игорь Рубинштейн взял на себя полностью, как бы, операцию по нашему вызволению. Когда у вас отобрались средства связи? В эту ночь? Я поговорил, да, я поговорил с Рубинштейном, успел. И у нас забрали телефоны, мы второй день там переночевали. И вечером, ночью у нас приезжает автобус, и нас везут уже в Бангкок. Как-то странно нас везли, какие-то остановки. Важно, что за вами следили, в смысле, за перемещением вашего микроавтобуса. Да, у нас, значит, нам через, когда у нас все забрали, нам с продуктами и с чем-то там еще, потому что нам подкидывали продукты снаружи, сигареты там, все остальное, передали аккуратно телефон. То есть телефон у нас забрали, но телефон один оставили. И плюс у Максима еще были очки, которые я купил где-то на, мы прилетали какой-то аэропорт, я увидел, думаю, о, класс, там Ray-Ban выпустил новую версию, где можно снимать очками. Там один нюанс есть, то, что когда ты снимаешь, горит лампочка. Ну, это естественно, чтобы не нарушать чужие, там, личное пространство, то есть чтобы все видели, что ты снимаешь. Очки у него не забрали эти, потому что никто не понял, что это камера. А телефон ему просто всунули, чтобы следить за нами. Поэтому мы уже потом узнали, что за нами следили не только наши ребята, а и Масад еще следил. Да ты что! Да. Мы приезжаем в Бангкок и заходим в камеру. Это такая камера метров сто квадратных, наверное. В ней находится на тот момент человек восемьдесят. Нет никаких, конечно, ни кровати, ничего. Все спят на одеялах, просто там, одеяло тебе выдается, и ты на нем спишь. Первая реакция, я захожу, я не понимаю, что это за, скажем, какие тут законы, понимаешь. Потому что нас встречает какой-то смотрящий. Он ко мне, значит, подходит, меня трогает. Я беру его за руку, я думаю, ну, что, как надо. Ну, как в тюрьме, ты когда приходишь, там надо себя заявить. Я подумал, ну, он где-то в моей комплексе. Думаю, ну, сейчас вот там, ну, по крайней мере, трогать не буду. Я сейчас с ним там сцеплюсь и все остальное. Потому что он ко мне так, знаешь, с таким этим пренебрежением, типа, иди сюда, такой, и начинает хватать за штаны. Я такой, типа, стоп, там, ты кто? И нам начинают объяснять, что спокойно. Это, значит, тут есть два человека. Один главный, другой его помощник. Он мне объясняет, то есть он уже так, ну, как-то так уже по-другому объясняет. Мне надо тебя проверить, значит, что они там искали. То есть, если бы они нашли наркотики, их бы это не интересовало. Их интересовало, наверное, что там, ну, какие-то эти колющие средства и средства связи. И зажигалку он у меня забрал. Потому что это там самая ценная валюта. Зажигалка стоит тысячу бат, понимаешь? Мы попали в эту камеру. У нас коврики. И у нас не то, чтобы нам там выделили угол. А просто ложись где хочешь. Там русский парень был очень интересный. Он нам сразу все начинает объяснять. Параллельно подходит один из этих смотрителей. Вот. И говорит, с вас 300 бат. Что такое 300 бат взнос? То есть, это плата за место? За место, да. Ну, и просто так, знаешь, то есть, вообще копилку. Там самое главное, это был иранец этот, который смотрящий. Он также там сидел вместе с нами. Мы у него спрашивали, что ты, собственно говоря, тут, ну, уже там, не знаю, сколько лет, там, 20, я не знаю. Он говорит, а мне здесь хорошо. Он просто, говорит, показывает сумку. У него там, ну, не знаю, там, миллионы просто этих, то есть, ну, он же сидит, продает эти, там, кофе, понимаешь, там. А все это стоит, естественно, в 4-5 раз дороже. То есть, ты можешь там, в принципе, даже заказать еду с улицы. Просто тебе надо еще до этого будет доплатить, чтобы ее же донесли до тебя, там, и все остальное. То есть, это удел таких людей состоятельных, понимаешь. Вот, то есть, своя иерархия внутри этой камеры такая. Да, она ничего не имеет общего с каким-то там насилием или чем-то еще. То есть, порядок. Я так понимаю, что там же, в принципе, чтобы оттуда выйти, не то, чтобы там тебе надо какой-то срок отсидеть, а тебе надо решить свою проблему. То есть, тебе надо купить билет, например, понимаешь, там, и тогда тебя отпустят и лети там. Тобой кто-то снаружи должен заинтересоваться и заниматься. Или ты можешь сам просто, скажем, если у тебя есть деньги, вот мы спасли там украинского мужика. Ну, я сейчас скажу мужика, потому что, ну, взрослый, он наш где-то, наверное, сверстник, может быть, даже чуть старше. Но он такой крепенький в своем уме. Оказалось, что вот этот украинец, например, там сидит уже два года просто по причине того, что у него нет 700 евро на то, чтобы купить билет, понимаешь. Вся загвоздка в этом, все. Надо просто купить билет. Ну, единственное, что на территории тюрьмы, там у них свой есть портал там и так далее. И все. И поэтому, когда мы уже, Калядин когда давал это интервью, ну, это был большой скандал, во-первых, в Украине, потому что консул абсолютно просто положил болт на, то есть, на такие вопросы. Там человек, его считали мертвыми, родственники, например, понимаешь. То есть, вот. А он уже писал в консульство, что если вы не хотите меня там, то я готов пойти в армию. То есть, а на него просто не обращали внимания. Я не знаю, как эта история закончилась. Я знаю, что она закончилась именно с украинцем, с этим. Очень хорошо. Он уже дома. Все. В Украине. Скажи, а в плане бытовом закрытое помещение или это потолок? Закрытое, да. Решетки. Окно, ну, вот такое. Оно под потолком. Свет в камере не выключается никогда. Это вообще касалось даже и тех камер, где мы были до этого. Не выключается. Какой-то распорядок есть? Там подъем? Отход коснулся? Никакого распорядка нет. Вообще. Что хотите, то иди. То есть, там есть время, когда... Построения какие-то? Нет, ничего. То есть, там... Время подачи завтрака, обеда и ужина. Есть просто время подачи завтрака, обеда и ужина. Там это, если говорить о еде, то это сразу. Я просто, когда это увидел, я понял, что я это не могу есть. Ну, там такой кусок риса, такого каменного. Ну, не знаю, не каменного, неважно. Сухого просто. Значит, к нему какой-то вареные огурцы. Которые я даже не пробовал. И раз в день всем дают по яйцу. Все. Да. Это вся еда. Да. То есть, ты можешь, например, заказать на улице вплоть до Макдональдса, что хочешь вообще, если у тебя есть деньги. Поэтому мы там... Во-первых, аппетита не было как такового особенно. И так периодически нам что-то передавали оттуда. Там какую-то еду, понимаешь? То есть, из ресторана. Пить? Вода? Вода. Вода. Все надо покупать. Покупали вы, имеется в виду, на те наличные, которые у вас были с собой? Да, да. Но у вас же не может быть безразмерное количество наличных. Там есть возможность передавать деньги. Передавать тебе деньги. Да. А кто вам передавал, это вот ваши ребята техники. Наши, конечно. Наши, да, да, да. То есть, они там постоянно с вами старались держать свои деньги. Постоянно, да. Скажи мне, пожалуйста, был ли момент у тебя, когда тебе прям страшно стало? Ты знаешь, я тебе скажу, что мне было страшно за группу. Понимаешь? Я был уверен, что я... Ну, как тебе сказать? У меня уверенность... У меня за мной Израиль. Подключение Израиля, оно сейчас тоже... Это тоже происходило как... Первая встреча с консулом, он на нас смотрел, ну, как тебе сказать, он уже, наверное, был предупрежден, собственно говоря, там, Рубинштейном, там, какой-то общей информацией. Но все равно мы... Первая встреча, ну, просто какие-то залитяне, понимаешь, ну, что там они там, что-то накуролесили, понимаешь. Просто надо приехать, достать их и вывезти, и все. А как происходила такая встреча? Нет, он приехал к нам в тюрьму. Да, но вас выводят в камеру для встреч? Нет, там нет. Или он приходит к вам в вашу камеру и с вами там разговаривает? Нет, конечно, нет. Там есть отдельно внизу, значит, такая... Зал для... Площадка такая, да, где там стоят столики, где встречаются с адвокатами, там, то есть... И вы с ним встречались всей группой? Да, там ты выходишь, тебя снимают майку, в которой ты находишься, надевают на тебя специально другую. Ну, это, видимо, для того, чтобы ты ничего пронести не смог там с собой. Ну, такого... Это не было оранжевого цвета внутренняя одежда, как в сериалах про тюрьму? Нет, она была зеленая, и мы были похожи все на рэгбистов, знаешь, таких... На рэгбистов? Да, потому что все майки были одноразмерные, понимаешь, то есть никто там не выдавал, тебе не спрашивал какой ты размер. Поэтому мы были так, как выходили такие команды этих вот, ну, там, по трое, по четверо, иногда все, такая команда рэгбистов таких, знаешь, этих американских футболов, вот это все. Сначала был Элли из консул, который пришел просто на нас посмотреть. Первое впечатление, ну, что там, накуролесили, значит, там, он посчитал, что какая проблема, значит, сколько израильтян, я, значит, соответственно, у меня одно гражданство израильское, там, Шурик израильско-австралийское, то есть он сразу сказал на меня, этого я забираю. Да, и, значит, Элли посмотрел, сказал, вот эти точно, а вот что... Да, а остальные, он говорит, ребят, извините, я с вашими русскими паспортами ничего не могу поделать. Не могу поделать, и потом, значит, что-то там такое, типа, ну, справимся, да, но, говорит, ну, вы, ребята, уж простите, то есть я ничего не могу поделать. То есть он еще пока, как тебе сказать, не въехал, ну, в смысле, не проникся масштабом беды. И я ему говорю, понимаешь, то есть ты должен обратить внимание на то, что я понимаю, что ты не очень понимаешь, кто мы такие, то есть я не то, что, типа, ты знаешь, кто мы такие, не про это, нет. Какой бэкграунд вокруг нас, и вообще какая у нас ситуация, почему мы здесь оказались, там. То есть я говорю, да, это, ну, фактически можно назвать, наверное, нашей ошибкой по законам Таиланда, понимаешь. Я говорю, ну, тут есть нюансы, почему эти сложности возникли, обрати внимание, и потом я тебе, и потом я говорю, что, и я могу с полной ответственностью сказать, что здесь заинтересовано российское консульство, которое работает вместе с, не знаю, там, по каким, коррупционная схема, или это какие-то личные, там, какие-то у них связи, понимаешь, с Таиландом, там, на уровне этих всяких вот этих странных генералов, понимаешь. А вот, обрати на это внимание, я говорю, ФСБшники кругом, тет-теты, он, значит, ну, как он так, ну, может быть, я херню несу, понимаешь. Может, я там, не знаю, объелся чего-то, понимаешь. На следующую встречу он пришел с Масадовцем, который, значит, уже просто по каким-то конкретным посмотрел на нас. Я какие-то факторы там сказал, я сказал, что, типа, лично я являюсь уже иноагентом, там, и, помимо всего, я через Израиль, я купил две скорые помощи, Масадовец такой, параллельно к нам, значит, уже пришел австралийский консул, там, приходили американцы, пришли, то есть, ребята из... Тяжеловесы. Тяжеловесы из правительства, да, не работники посольства. Так скажи, а вот есть часть группы, у которой было только российское гражданство, которые живут в России. Да. Да. Они-то каким образом? Они не возражали быть депортированы в Россию? Или они надеялись на то, что каким-то образом кто-то их оттуда вытащил? Они, в принципе, собирались, некоторые из них, ехать и так в Россию. Даже Шурик собирался ехать в Россию. Но надо было заехать, что-то там забрать, тет-тет-тет. Тем более, что уже последнее время, когда я еще жил в Москве, каждый выезд у меня сопровождался тем, что на вылете меня там держали час, значит, до самого самолета. А уж когда я прилетал, это там уже... Сначала это были там полчаса, потом час. Потом у меня уже там был такой красный какой-то, я не знаю, восклицательный знак на экране. То есть, это уже даже не пограничники, потому что пограничники к нам относились с таким уже, ну, сочувствием. Ну, приходила эта бригада этих ублюдков, значит, я уже всех их знал в лицо. По прилете у меня происходили вот эти встречи, которые длились там по три часа. Я не то, что с ними разговаривал, я просто сидел два часа, ждал, например. Потом там что-то еще. Забирали телефоны. То есть, я просто сидел и ждал. То есть, это был процесс унижения простой. Там, меня там один раз проверили всю сумку. Лекарство! А у тебя есть? Я говорю, есть. То есть, я уже был готов ко всему, понимаешь? Самое, что у них вызвало фантастический интерес, это мой Малискин, в который я записываю идеи для песен. Отлично! Он практически уже был заполнен. Заканчивался, да? Блокно. А что такое Малискин? Это, знаешь, это там, я смотрю кино, или там просто услышал что-то, или просто моя мысль какая-то. Иногда это записано, знаешь, ночью. Ну, то есть, ты просыпаешься, и ты понимаешь, да я сейчас вот на свете Луны. Потом, конечно, разобрать это сложно, но там какие-то что-то... И это все выглядит, конечно, ну, как в руках иноагентов, очень подозрительно, понимаешь? Поэтому они изучали, они не могли понять. Там же фразы разные, там, сдохни, там, ну, понимаешь? Это зависит от моего настроения. То есть, я туда просто записывал свои эмоции. И когда, значит, Шурик в какой-то момент, там, он видит меня, он, значит, уже на себя это все проецирует и понимает, что, типа, его, наверное, тоже, да. И он приехал как-то раз, там, значит, а меня уже мучили, там, все, это уже было нормально, меня, там, гоняют. Он приехал заранее и предупредил в веб-зале этих девчонок, которые, там, обслуживают, говорят, вы меня пораньше, пожалуйста, на прохождение границы. Потому что, говорит, ну, наверняка меня тоже, как Леву, там, будут сейчас вот, там, дурить мозги. И после чего через три минуты вышла такая женщина, ну, в рабочем костюме, такая вся очень элегантная. Она подошла к нему и сказала, что, в общем, вы, Александр Николаевич, нас не интересуете. Нас интересует ваш, там, партнер по бизнесу, ваш друг и все остальное. После чего Шурик, конечно, расслабился, и он стал периодически наезжать, приезжать в Россию. Вот. В принципе, половина группы собирались лететь в Россию и так. Не было никаких в этом плане вопросов. Так вот, я задал тебе вопрос по поводу того, в какой момент тебе стало страшно, и ты сказал, что тебе стало страшно, в первую очередь, за других участников группы. Ну, по поводу себя, я как бы понимал, что за мной Израиль, то есть, в любом случае, за мной авианосец, который стоит, понимаешь, то есть... На причале. Да, на причале, понимаешь, то есть... С взведенными пушками. Или он рядом, то есть он постоянно приходит с адвокатом. И когда он стал уже вникать во всю эту историю более четко, то есть он уже тогда сказал, что, да, я забираю израильтян. А у меня с ним разговор идет насчет того, что, я говорю, нам надо всем уехать, потому что мы, у нас наша позиция, группы, да, то есть, если эти люди улетят в Россию, они уже после этого окажутся в тюрьме. Тем более, очень удачно выступила как раз там и Луговой, и Маша Захарова, что типа там Луговой со своими ложками этими там и так далее. Это нам помогло, потому что мы просто уже... Ну, это я сейчас показываю мы. Это бригада, которая нас спасала. Они просто это уже могли показывать, потому что, как всегда, как мы стали вот известными в России, то есть здесь то же самое, они опередили самих себя. Они начали уже победу ликовать, понимаешь? Потому что нам было это непонятно, конечно. Но просто мы увидели вдруг Луговой, будете на ложках тет-ет-ет. А как вы увидели? У вас же нет средств связи. Ну, нам рассказывали, нас адвокаты там какие-то приходили. Короче, решил с нами лично разобраться и нас прессануть. И вот этот знаменитый Биг Джоу, он приезжает к нам туда, в эту тюрьму. А наш уже Эли, он там просто уже ночует около этой тюрьмы. И вот, и он уже, конечно, как только этот Биг Джоу приехал уверенно в том, что он сейчас у нас тут, значит, поставит на место. Я не знаю, в чем он был уверен. Наверное, какие-то методы у него там были свои. Безапелляционность какая-то, знаешь, может быть, там, поставить перед фактом или там что-то еще. Вот он уже туда заходит. И наш Эли, консул, то есть, ну, мой, в общем, консул, вот. Он просто подходит ему и говорит, здравствуйте, а вы куда собираетесь? Он говорит, я в тюрьму. Вот, а я пойду с вами, потому что это по закону. И этот Биг Джоу у него ломается последнее, то есть, собственно говоря, этот ноготь, понимаешь. Я буду присутствовать. И Биг Джоу так посмотрел на все, сказал, идите во все в жопу, в общем, и уехал. Он даже не зашел в эту тюрьму. То есть, я уже понимал, что я уже вылетаю. Мне сообщают, что сегодня ты точно вылетаешь. Там сказали, в какое время. Все, естественно, в таком состоянии удрученном. Ну, потому что я вылетаю, а что с ними будет, там хрен с ним. Вот мы доезжаем до аэропорта. Это очень смешно, значит, интересно это видеть, как у меня... Мы уже уехали в аэропорт в этой клетке. В аэропорт в клетке? Да, нас везли в аэропорт уже в этом... В автозаке. В автозаке, да. То есть... У вас, это, в смысле, тебя и... Меня и там какое-то количество людей. То есть ты сидел за решеткой по дороге в аэропорт? Да, да. Это прям грузовик с этим... Обычный автозак. Телефон еще не дали? Дали, но он сел, севший был. Никакой связи, ничего вообще. Со мной Эли, Эли ездит за автозаком на машине, понимаешь? То есть следит за каждым шагом. Я выхожу из этого автозака, и я вижу, как одновременно просто вот как я выхожу, Эли меня встречают, и я двигаюсь дальше, и еще двое людей здесь, вот я краем глаза вижу. Один там стоял, читал в темноте, понимаешь? То есть другой там что-то как с кем-то разговаривал по телефону, понимаешь? И в тот момент, когда я вышел из автозака, они все вместе со мной одновременно пошли, просто на каком-то расстоянии. И вот мы заходим в этот, в аэропорт, там внутренне есть такое небольшое оцепление сделали для меня. Я говорю, мне надо переодеться. Я уже не говорю о том, что вообще, как я вонял. Нет, у нас там была гигиена, там был такой чан один такой, знаешь, такая ванная была, наполнена водой, из которой все черпали. Там уже стыда никакого не было, ничего вообще. То есть просто заходишь там, голый, в эту ванну, и как намыливаешь себя, из черпака себя поливаешь. Ты говоришь, что тебе надо переодеться? Да, я говорю прямо в аэропорту, надо переодеться, поэтому я открываю чемодан, достаю, быстро достаю. А чемодан, чемодан, это твои вещи, которые тебе передали? Это мне уже дали, то есть они были не в тюрьме, это передал им турменеджер Олег. Я его открываю, там оттуда хватают первые штаны, какие там лежат, то есть я не выбираю чистые, нечистые. Мне надо было надеть штаны, потому что в Толеве холодно. Какое-то что-то еще, и в этот момент прорывается какой-то человек, молодой такой. Егор Михайлович, то есть это первый признак, знаешь, этого какого-то вот этого. Егор Михайлович, это после того, как меня дали на агента, они полностью разрушили мой этот, ну как это называется, маркетинговый, да? То есть, во-первых, вообще это идиотская вот эта в России вот эта форма, знаешь, там типа Лёва Бедва, в скобках Егор Бортник, понимаешь? И потому что он так к тебе обратился, ты заподвижил? Нет. Это фанат просто был? Ко мне обращаются так многие, вот. Но это был просто такой, знаешь, типа он как-то так, да наконец-то вы, что у вас там, а можно с вами сфотографироваться? Я говорю, ну там, чувак, сейчас давай не до тебя и так далее. Его так аккуратно отстранили. А я пошел, уже переоделся, пошел на регистрацию, то есть там туда зайти нельзя, поэтому он издалека, откуда-то там с такими, там фотография с такими большими пикселями появилась через 10 минут в известиях уже, что значит я прохожу этот контроль. А, то есть это был засланный чувак? Да, засланный чувак. А вот эти чуваки, которые двинулись одновременно с тобой, как ты вышел из автостока? Это была охрана. Это была охрана, которую Израиль тебе обеспечил? Или это были ФСБшники, которые хотели тебя не пустить на рейс? Нет, это были, конечно... Это был Моссад. Моссад, да. И, соответственно, он меня прям завел в самолет, посадил на кресло. Консул? Консул, да. Он прям меня довел, все, посадил туда, все. Я говорю, я теперь знаю все. Ты сфотографировал меня неоднократно, потому что у него там отчетность была еще не только, наверное, там для своего там как дела, но он еще посылал ребятам фотографии. Посадил, вот, я сел в самолете, и вот рядом со мной сидит с Азаритянкой. Она сидела, села, потом пророчет ко мне и говорит, это ты. Я говорю, кто? Она говорит, из Би-2. А я еще понимаю, что, то есть, не понимаю масштаб... Того, что творилось вокруг, как пока вы были там. И она говорит, я тебя, говорит, видела, да, сейчас, BBC, все, CNN. A Russian rock band that has openly expressed opposition to the war in Ukraine is now reportedly facing possible deportation from Thailand. First of all, tell us more about this band B-2 and what happened when they were performing in Thailand. Basically, right now they are under danger of being evacuated and given back to Russia. И тут я начинаю понимать, что меня просто весь самолет знает. То есть, не в плане того, что там были какие-то русские репатрианты из России, я имею в виду, или какие-то другие. Нет, азаритяне просто, они там самолет весь просто, все эти стюарды, стюардессы. Не целевая аудитория группы B-2. Новые совершенно люди, да? Да, там, как бы, такой, знаешь, был какой-то интерес, мы рады, там, все. И я вот в этом состоянии, значит, прилетаю в Тель-Авив, мне звонит Рубинштейн и говорит, я сейчас приду к тебе в этот вип-зал тебя встречать. Приходит Рубинштейн, и вместе с ним приходят Максим Кац и Аббас Галямов. Максим Кац и я знаю. Аббаса Галямова я раньше до этого не видел, ну, никогда, ну, не было возможности. Мы возвращаемся в комнату вип-зале, садимся, и они мне в течение 20 минут спокойно рассказывают все как есть. Какая ситуация, что, какая последовательность, что было и так далее. Это люди, которым я доверяю, они мне сразу дали масштаб, скажем так, всей ситуации, что главное, что есть команда большая, которая занимается нашим спасением. Это было самое главное, потому что я, честно говоря, не понимал мне оставаться в Тель-Авию, не оставаться, лететь дальше, то есть насколько это все... Да, но у тебя есть ключевая задача, потому что у тебя там осталась вся группа. Да. Ее надо немедленно решать, как я понимаю. Я... Мне надо было понять, насколько это все решение этой проблемы, надо ли мое участие там, знаешь, то есть что это, как происходит там. Вообще надо было просто понять, потому что я уехал из тюрьмы, мне хотелось, понимаешь, приехать домой, наконец, и сесть с семьей, с собакой, и все. Забыть про все. Да. А тут это была не апатия, это была радость, с одной стороны. С другой стороны, я понимал, что эта история не закончена, потому что я не могу радоваться, потому что у меня там остались друзья мои. Вам надо было, то есть каким-то образом убедить всех участников группы, что нельзя ехать в Россию? Да. Это была главная задача, потому что не все догоняли, что это прямо вот опасно, понимаешь? Это ощущение стало приходить со временем от того, что очень много было постоянной информации, что там что-то из... здесь что-то из русского консульства. Потом они стали уже кружить вокруг посольства, и потом, наконец, они самые последние приперлись встретиться... Ну, они зачем приехали? С русскими подборами. Они, может быть, хотели вас как бы убедить в том, что надо... Наверное, да. Ну, сказать, что типа, ребята, да вы что, да там все нормально. Скажи, пожалуйста, а в какой-то момент у вас были устные какие-то подтверждения, что вообще все происходящее, это было результатом сговора тайской полиции и тайского этого big joke, и людей из русского посольства? Или это вслух никто не произносил? Это просто по общему сочетанию факторов стало понятно? Тайцы очень разговорчивые. Просто все говорили о том, что вот есть заказ... Ну, не заказ, претензии от России, там... Я тебе говорю, что это не какая-то была, знаешь, вдруг, неожиданно. Все сразу стало понятно на самом концерте, потому что не приходят... 60 человек в гримерку. Да, 60 военных из разных ведомств, понимаешь. Я просто лично сказал, что, ребята, вам нельзя в Москву никоим образом. Поэтому вот сейчас пришел консул, ваше дело, конечно, но просто у нас все как-то начинает уже двигаться, развиваться. Это уже было... чувствовалось, потому что там уже впряглись уже много стран. И мы просто им сказали, что, ребята, сейчас наступил тот момент, когда все, Россия уже является не тем, кто пришел тебе помочь в тюрьму, тебя просто освободить. Нет, они пришли, задача у них была тебя затащить в Россию, понимаешь. Не освободить, не помочь тебе, а просто притащить в Россию. И поэтому мы говорим, что, ребята, у вас... Ну, не надо встречаться с ними. Это мое было такое мнение. То есть я не говорил им, что не надо. То есть вы должны просто для себя понять, что вас ждет там. То есть верить нельзя этим людям. А то, что они будут рассказывать, это все будет или ложь, или какая-то там... Подстава. Поэтому просто сами по себе ребята, которые имели российское гражданство, они отказались от консула. Вдруг, в какой-то момент, Эли звонит, говорит, забираем всех. Это, конечно, для меня было просто, ну, как тебе сказать, я еще был горд, еще, помимо всего, понимаешь. То есть страна Израиль находится сейчас, 7 октября, в непростом положении, понимаешь. Вообще в Израиле, конечно, то есть закон есть такой, что даже если ты не являешься гражданином Израиля, но ты в беде, то тебе Израиль помогает, понимаешь. И здесь, короче, все уже приближается, и в какой-то момент становится понятно, что мы получили разрешение на вылет сегодня всех. Время до вылета, там, 4 часа, типа. Заходим на Иляль, билетов нет. Значит, Кац, Самитон, там, потом Я, там, когда они отходили. Мы все нажмем на эту кнопку, когда освободятся билеты. Обновление, да, в польске. Естественно, мы решаем, значит, у нас слабое звено какое. Это наши все русские, кто русские паспорта. Поэтому мы берем, покупаем сначала билеты всем русским. Значит, после, когда пришел третий билет, а Эли сидит в тюрьме, потому что оттуда надо эти билеты покупать, принимать там и так далее. И первые три билета приходят, он говорит, что вы мне, что издеваетесь, вы мне прислали три билета русских, ну, на русских. Мы говорим, ну, чувак, ну, так вот получилось. Рубинштейн в этом плане, конечно, человек просто, он просто звонит в Эляль и говорит, здравствуйте, если вы в курсе, сейчас происходит такая ситуация. Спецоперация. Спецоперация, да. У нас есть купленных только три билета, нам осталось четыре билета. Если эти ребята останутся в Таиланде, то они попадут в тюрьму в России. Эляль моментально просто вообще, то есть, там, значит, говорит, мы будем сейчас решать эту проблему. То есть, получилась такая ситуация, что, типа, вышел там командир корабля, например, да, и говорит, что, ребята, у нас есть три изолитянина, которые надо забрать, иначе им грозит, кто готов, значит, уступить места. И весь, все, понимаешь, да? Поэтому четыре билета этих последних, вот, это просто кто-то отказался. Когда они поехали в аэропорт и сели на самолет, вот на этом промежутке еще сохранялась опасность, что что-то может пойти не так и... Чисто теоретическое. Дело в том, что, когда мы занимались этими всеми вопросами уже с билетами, когда получили разрешение, мы стали узнавать о том, что там собрали специальный парламент по нашему поводу. В Таиланде было совещание у премьер-министра. Да, да. Да, но я не знаю, в курсе ты или нет, но, значит, еще одна вещь, которая была предпринята, которую Кац не рассказал. Дима Муратов, лауреат Нобелевской премии, помог тем, что он связался с первым помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Потом мы связали его с Чиковым. И в это утро на стол премьер-министра легла официальная нота из ООН по поводу того, что вас немедленно нужно отпустить, потому что это противозаконно. И никто не знает, насколько это, то есть кто-то, наверное, знает, я не знаю, насколько это помогло, но то, что на этом совещании уже был этот документ, и премьеру пришла эта нота, это точно. И в принципе, я говорю, вы можете уже все идти домой, потому что то, что их посадят на самолет, это точно. Ну, потому что с этого момента все, это уже сам по себе Израиль этим вопросом занимается. И как только пошли звонки, кто первый прошел, там сразу, естественно, к розетке. Короче, все выдохнули в тот момент, когда пошли звонки. Да, то есть когда звонки пошли, я сказал, что, ребят, дальше уже все будет нормально абсолютно. И они там уже там фотографировались, там и все остальное. И просто мы разошлись спать. И следующий день, это уже был день, мы проснулись в 5 утра, по-моему, там, если не ошибаюсь, на автобусе поехали уже встречать ребят в аэропорт. В каком все были состоянии? Ну, были в состоянии уже, конечно, в таком спокойном. Единственное, что просто надо было, конечно, со всеми провести ту же самую процедуру, что и со мной. Надо было привести всех в информационное поле нормальное. И после этого было хамское абсолютно Маше Захаровой сообщение о том, что она, ну, так, это днище, что вы не можете своих заложников, и при этом занимаетесь там типа группой Би-2, понимаешь? МИД Израиля, который устроил настоящее шоу, не к месту и не ко времени. Мне искренне хочется надеяться, что те, кто советовал руководству МИД Израиля подобные вещи, просто хотели их подставить. Подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизни своих граждан и заложников, а их вот просто, понимаете, как-то замешали вот в этой грязи, испачкали. Это было днище такое. Это когда ты хочешь максимально принести обиду, вот это все. Ударить в самую больную точку. Вот, да, вот это, понимаешь, вот нажать на эту рану. Но самое главное, что очень много было от меня оскорблений в сторону Израиля чисто антисемитских, понимаешь? То есть они были за гранью какой-то нравственно-моральной формы, которая должна быть на дипломатическом уровне, понимаешь? Никто это уже давно не соблюдает. Вот, и после этого, понимаешь, мы качнули шарик. Когда закончился вот этот день, я пошел в номер, и я говорю, мы что-нибудь, мы такие сидим друг на друга смотрим, что, я говорю, мы с тобой новый альбом записали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, самое главное, это найти этот путь, чтобы он был непредсказуем, как, например, понимаешь? Не зли мои хангера. То есть, что-то вот как мне там, вот надо песню сделать такую, чтобы громко была вся энергия гитары и все остальное. А я ищу психологические какие-то вот, то, что можно на уровне тонких материй, как можно донести такую мысль, понимаешь? При этом сохранив это напряжение. Скажи, а после всего случившегося песни пишутся у тебя? Да, это был такой толчок, который мне был необходим, потому что я был безголосом, я в течение, по-моему, года не написал. Ну, мы выпустили вот в прошлом году песню одну, я даже там текст не писал. Я не мог заниматься, вот мы когда записали колыбельную, это была, собственно говоря, вот последняя работа, после которой я сказал Шурику, давай все, мы выпускаем альбом уже вот в этом виде. То есть, и в течение двух лет я вообще не мог ни к чему притронуться, понимаешь? То есть, я находился в таком смятении души, что я даже не читал. То есть, я в течение последних там двух-трех лет не читал, потому что я начинаю вникать в какую-то историю, и я понимаю, что история, которая развивается вокруг, она перекрывает любые фантазии. Да, это точное ощущение. А с этой историей она как бы тебя выбила из этого состояния? Да, мне дало толчок, да, когда я, ты знаешь, я просто, я тебе вот объяснял о том, что вот в этой песне, ну, «Велосипед», у меня там есть такая фраза, что я не боюсь лицом к лицу судьбой. Я бы это не смог спеть до Таиланда, наверное, потому что это была действительно, ну, какая-то ситуация. Это была ситуация, когда я выиграл, и поэтому я не боюсь. У меня прошел страх. Я просто понял, что я больше не могу бояться чего-либо. Ну, я тебе хочу сказать, что одно из потрясений для многих людей, и в том числе и для меня, было то, что едва же всегда производило впечатление не только яркого музыкального коллектива, но еще и бесперебойной, отлаженной концертной шоу-машины. Было ощущение, что если вот у кого все прямо великолепно отстроено, есть люди ответственные за все возможные сегменты, все работает бесполезно, то это вы. Ну, это была Москва. Мы, в принципе, позволяли себе очень много каких-то вещей, которые, в общем, ну... Но вы же продолжали давать концерты в России после... У нас же были обязательства, ты понимаешь. Когда мы стали уже самостоятельные, я знал, какой концерт у меня будет через год. Послушай, война началась. У нас были забиты... Множество музыкантов, которые забили на все обязательства, взяли и уехали, все стерли и начали жизнь по новой. Просто с нуля. Потеряв в деньгах, потеряв в социальном статусе, потеряв в аудитории, что угодно. Но им, это для них была точка невозврата. Для вас этого не было. — Пойми, у нас обязательства перед куплением билеты. — Да, зрители, понимаешь. То есть мы... Объясняю, это было сложно. Ну, как-то сказать. Это было сложно, потому что мы приезжали в города, и я выходил на сцену с каменным сердцем. Ну, не с каменным даже, я не знаю, с каким-то... С таким тяжелым. Я не понимал, кто в зале. То есть это... Это была метаморфоза. Все должны были через это внутренне пройти, понимаешь? Я только на четвертый день, когда увидел вообще, что происходит там, вот уже когда появились эти видео все, во-первых, я понял, что, конечно, Путин никогда не выиграет эту войну. То есть он уже проиграл с самого начала, как только начал. Пойми еще такая вещь. Мы же все еще находились, как тебе сказать, в таком, что типа, да нет, ну сейчас люди выйдут, ну, понимаешь? Да, было такое ощущение. То есть там, ну, будет сейчас там, ну, как нормальные люди скажут, да ты что, с ума сошел, что ли, Путин, понимаешь? Что нас остановило в концертах? Да, нет, я просто хотел бы, чтобы ты сказал несколько слов про этот концерт в Омске. Мы еще видели, понимаешь, до этого Омска, мы еще видели какую-то миссию определенную. Понимаешь, мы подумали еще, что мы можем этой миссии, потому что мы из нашей обычной программы мы убрали все веселые песни. Ну, то есть такие, как бы, насколько они у нас есть веселые, да. Вот. И составили концепцию программы так, что она вся заявляла о том, что сейчас происходит этот важный переломный какой-то момент. Ну, единственное, что огромная была, конечно, тяжесть, потому что я не понимал, перед кем я играю уже. Все. То есть я стал делиться мир. И мы еще думали, что по инерции мы можем нашей миссии что-то дать. То есть миссия заключалась в том, что вот люди, которые приходят на эти два часа послушать музыку, им становится легче. Легче и просто, чтобы они почувствовали, что есть какое-то вот, ну, мнение, понимаешь? Мы не... Я хотя несколько раз говорил со сцены, там, нет войны. Будь проклятый все, кто начал эту войну, и все, кто ее поддерживает. Ну, ты знаешь, я не люблю на сцене вообще там вести какие-то длинные разговоры. Для нас шоу — это уже представление. Вот. Пока мы не уперлись в этот Омск. А что там случилось? Мы приехали в Омск. Весь Омск заклеен просто, ну, все. То есть даже люди ходят, понимаешь, все заклеены этими зетами. То есть это там первый признак, что губернатор полностью проворовался, понимаешь? Поэтому, естественно, эти зеты были везде. Мы заходим в зал, который мы арендовали, в который мы можем делать все, что хотим, понимаешь? Ну, ты знаешь, что такое. Если ты снимаешь зал, если там висит какой-то портрет, там, я не знаю, что-то еще, там, не знаю, трудовые резервы или там какой-то лозунг, мы имеем право это все снять, ну, для того, чтобы провести наше шоу. Повесить назад потом, понимаешь? У нас в самом месте ключевом, где должна происходить наше выступление, сцена, большими буквами на белой стене висит такая через Z за президента. Ну, мы просто как те, наш технический персонал ставит сцену. Кабинет черный должен быть. Черным кабинетом закрывается эта надпись, понимаешь? Нам надо сделать картинку, чтобы люди пришли в сраный этот вот баскетбольный зал, понимаешь? Чтобы свет выключился, и они оказались в корнеге-холе, понимаешь? То есть у нас есть для этого своя какая-то определенная. И вот мы первый раз тогда столкнулись идиотизмом с этим тупым, понимаешь? То есть, ну, нам даже в принципе, вот когда все это случилось, там, это же был скандал, мы отменили концерт. Организаторы полностью не пошли навстречу, они отказались снимать черную травмную ткань с флага Российской Федерации с надписью «За президента». Нам пришлось это сделать самостоятельно. У нас есть наша площадка, мы можем с ней делать все, что угодно. Если нам это делать мешают, значит, срывает наш концерт. Все, ну... Да, мы же арендуем. Мы имеем право делать площадки со своей шоу. Нам будут начинать диктовать какие-то условия. Мы сказали, что вы видите, ну, все не будет по-вашему, потому что губернатор поставил условия, оставил эту надпись над сценой. Это вам сказали, что это распоряжение губернатора? Да, он, по-моему, сам это говорил. То есть, мы говорим, с какого... Вот этой надписью... Сначала это был логический разговор, а потом это перешло все уже на уровень просто типа «или так, или не так». А кто вел этот разговор с вашей стороны? Это организатор какой-то или... Организатор, да. Обычным языком. И вы в конечном счете за несколько часов или сколько, за час до начала концов? За час, да. Пообщаю вам о том, что администрация площадки не дала нам возможности провести сегодняшний концерт. Это просто, знаешь, выслужиться в очередной раз. Ну, мы сказали, ну, тогда и до свидания, понимаешь? Все, ладно, уже. У нас же Маша Захарова, после того, как нас в Омске запретили, ну, там, отменили... Ну, мы отменили концерт. Она же даже нам позвонила, говорит, помочь вам чем-то или нет, понимаешь? Да ты что? Я об этом не знал. Сама позвонила? Да. И она даже там что-то сказала, что, типа, что это такое недоразумение, которое, значит, нельзя к нему относиться, ну, так вот серьезно. То есть мы стали после этого терять деньги. Просто на каждом... За отмененные концерты вы должны были заплатить? Ну, слушай, каждый концерт рекламы, это, понимаешь, это в районе 50-100 тысяч, скажем так. И все эти отмененные концерты, эти наши лужники, которые там висят до сих пор, понимаешь? То есть сколько было вложено, то есть там было три отмены, понимаешь? И в конце концов нам ее все равно не дали провести. Что изменилось с этого концерта, с этого прецедента в Омске? Ну, мы поняли, что мы больше не будем играть в кассовые концерты. У нас вышибли моментально почву из-под ног. У нас было время, как бы, понять каждому из нас, что делать. То есть... Да. Хорошо. Вы же тоже посылали своих людей в администрацию президента. Да. Ну, просто, чтобы прояснить ситуацию, чтобы понять. Кто туда ходил? Шурик пошел туда, да. Встречаться с этим... Как его, Новиков? Новиков, Сергей, да. Блюдок, да. Да. Что, соответственно, было предложено? Холодный взгляд абсолютно. Он сказал, такой ненавистный. Типа, что пришел вот это вот? Хотите участвовать в этой культурной жизни России? Надо съездить на Донбасс. Мы были первые, короче, кому весь этот спектр предложений был. Или перечислить, значит, деньги каким-то... То есть надо было либо под камеры что-то сделать на Донбассе, что-то исполнить с концертом, либо к фронтовикам каким-то прийти в господи, либо в фонд какой-то что-то прийти. Вот эти варианты. На что, соответственно... Мы сначала, понимаешь, ну, как... Вы не сказали нет. Вы сказали, мы пойдем подумаем. Нет. Там было сказано просто условие. Там не было никакого. От нас не ждали. Нет, да, и все. Нам сказали. Вот такое условие. Шурик просто после этой встречи с этим Новиковым, понимаешь, он просто заехал в ближайший магазин, купил бутылку коньяка и выпил его залпом. Он сказал, я туда больше не пойду. Понимаешь? Потому что там, ну, это не человек, это какое-то просто существо. И я Шурику сказал, что давай все, мы заканчиваем как бы все переговоры по этому поводу. Просто закрываем эту линию нафиг вообще. Мы провели в Советском Союзе время еще, когда была такая остывающая советская власть. Но в тот момент, когда мы поняли, что все это превращается в какой-то фарс, когда Путин опять пришел к власти и все остальное, то тут уже включился наш генетический, естественно, советский этот вот опыт, который заложен внутри. Не верить всем этим патриотическим, понимаешь, не верить. То есть, когда пошло вранье, и мы видели, насколько это отличается. Мы играли на каких-то ФСБ-шных вечеринках, ну как, не ФСБ-шных, а там какие-то люди из ФСБ. Это мы всегда, мы были такими клиентами, в общем, мы всегда называли это, типа там, что дяди с дочками, понимаешь, отцы с дочками гуляют. Ну, как ты скажешь, я уже понял, как начал уже что-то разбираться, и мы вообще, это предчувствие катастрофы, оно уже стало прямо настолько явным, что это стало проявляться в песнях, понимаешь, потому что горизонт событий, это уже был просто конкретно рассказ о том, что, ребята, готовьтесь. А как у тебя родился текст песни «Компромисс»? Надо в какой-то момент задуматься о каких-то вещах важных. Идея «Компромисса»? Ну, именно об этом. В чем опасность, самая страшная «Компромисса»? Потому что он может быть очень маленьким. Маленьким «Компромисс», понимаешь? Ты делаешь маленький шаг, вот, и это уже меняет твой уровень моря. То есть ты уже как бы чуть-чуть подправляешь этот уровень моря чуть-чуть вверх, понимаешь? Потом следующий маленький «Компромисс». А потом через какое-то время ты уже превращаешься в другого человека, который уже не может иначе, потому что ты сделал какой-то ряд поступков, и ты уже влез куда-то, понимаешь? И ты уже не свободен, ты уже обязан, там, что-то еще. Поэтому для нас всегда, вот, в последнее время, особенно, там, последние 10 лет, которые мы, там, в России, мы уже старались прийти к самостоятельности, чтобы не было зависимости ни от кого, понимаешь? Мы даже старались никаких этих спонсоров не привлекать для того, чтобы не быть никому обязанными, понимаешь? И вот, для нас это именно вот эта самостоятельность была очень важна. Я в первый день войны написал свой прогноз на всю войну. Потом мне пришлось это удалить, потому что я еще оставался в России. Но тебе, после того, как ты это написал в первый день войны, участники группы, твои коллеги не сказали, «Ты же с ума сошел! Мы от тебя все зависим! Немедленно стирай!» Ну, скажем, это было не в этот момент, но такие ситуации происходили, да. Ну, потому что они все зависят от тебя, у всех семьи, у всех интеллекта. Интеллекта, конечно, все. А я услышал какую-то, знаешь, я даже не помню кого, кто-то из музыкантов, типа Noise MC, по-моему, ну, кто-то из них. Я сейчас боюсь ошибиться. Я слышал какое-то такое выражение от них, и с чем я просто, ну, это меня просто подтвердило подтвердило мои внутренние. То есть у меня такие же были мысли о том, что мы все равно все попадем в этот ад, понимаешь, вот в эту немилость и так далее. Я вообще, в принципе, себя не сдерживал с точки зрения в комментариях-разговорах. То есть с самого начала уже вообще никак. Если ты помнишь, я хотел с вами говорить в течение всего этого времени, и Шурик подробно мне объяснял, почему вы не можете это сделать. И вы отказывались от интервью до вот сегодняшнего дня. И я как бы, мне ничего не оставалось, я принимал аргументы Шурика, но я уверен, что вы все это время разговаривали внутри группы, и ты, как в данном случае самый, как фронтмен и самый непреостановленный, в общем, тебе приходилось к этому прислушиваться и учитывать все эти факторы. Да, я иногда прям, ну, вот Ася не даст соврать, у меня даже иногда это была такая прям принципиальная трагедия. У вас еще был футбольный матч. Этому уже были запрещены. А почему вы там решили сыграть? Я сейчас расскажу. На что вы надеялись? Это был суперкубок между Зинитом и Спартаком. Я сейчас расскажу. Это не моя идея была. У нас после Омска у нас просто обрубились все концерты, и я после этого стал уже чаще приезжать в Испанию, потому что, ну, время, там уже в Москве нечего было делать. Я уже начал думать, как перевозить сюда весь аппарат. Ко мне обратилась Волженское. То есть нас уже запретили. Обратилась в Омска и говорит, что будет суперкубок, где будут играть две команды Спартак и Зинит. Я спартаковец. Соответственно, есть группа другая, которая Зинит, это Ленинград. Вся идея заключалась в том, что на этом мероприятии играют две группы, которые одна за Спартак, другая за Зинит. Ленинград и мы. Это было мне распредложено Волженское. Я еще даже не знаю, какие там эти внутренние передряги, потому что там в какой-то момент стал возникать параллельный скандал с Ленинградом. Ленинград соскочил. Ожидал от этого какого-то подвоха, какой-то провокации. Все-таки мы поехали. Прилетаем прямо вот с самолета. Я до Финляндии, там на машине. Приезжаем на это мероприятие. Идет, значит, уже начался этот весь процесс. Вместо Ленинграда сыграл Питкун на гитаре, потом вышел Розенбаум, тоже под гитару, потом вышла Максим, певица, у нее там есть песня, которая «Спартак». Да. Я слышу постоянно, то есть, ну, кроме Питкуна и Розенбаума, все остальное, это был сплошной свист. То есть, когда, тем более, что «Спартак» в этом мероприятии проиграл, и в итоге в финале уже должны выйти мы. И у нас уже есть полная информация, там, не спрашивай меня, как мы об этом узнали, то есть, тут это все очень быстро, люди какие-то, которые нам, ну, расположены к нам, они эту информацию доносят, что будет какая-то определенная ситуация, которая потом будет перевернута в сторону негатива, что, типа, вышла группа Би-2 на сцену, значит, суперкубка, и их обсветали, как врагов народа. То есть, вы знали это еще до выхода на сцену? За 15 минут уже, то есть, вот, окончательно мы узнали об этом за 15 минут. И у меня судорожное решение, как мне выйти из этого положения. Я просто проходил мимо человек с шарфиком, я просто снимаю шарф-розочку спартаковскую, надеваю на шею, мы стоим вот перед выходом, сейчас вот нам надо выйти на сцену, стоят эти все РФСники, там, все, кто из... Футбольных функционеров, да? Да, функционеры, да. Многие из них подходят ко мне, смотрят на шарфе, говорят, ты уверен, что ты готов сейчас выйти? Я говорю, абсолютно, конечно... А матч уже закончился, спартак уже проиграл? Да. И вам, соответственно, нужно сделать аккомпанемент уходящим зрителям? Да. Дюков хотел из этого всего сделать абсолютно, не подразумевая ничего, он хотел сделать такой, знаешь, какой-то примеряющий такой конец, мы выходим, мы поем молитву, там, и все остальное. Но в зале не так много на стадионе вообще болельщиков оказалось, потому что там мы узнали, что там какие-то губернаторы приглашены, то есть там, это, понимаешь, это такая какая-то полу уже политическая какая-то такая история. И я понимаю, что как выйти из положения? Надо просто... Я просто взял этот шарфик, и мы уходим на сцену, и я с этим шарфом поднимаю его, и мы поем, и я практически весь концерт с этой розочкой пою все наши песни, понимаешь? Или на шею я там надеваю этот шарф или что-то еще. Мы выступили там, конечно, это все был шум и так далее, мы зашли в гримерку, пришел грустный Дюков, который, ну, надеялся на другой исход и говорил, что надеюсь, что ваши фэны вам помогут. Но в чем оказался... Это, знаешь, это было ситуативное, интуитивное прям решение. Мы перебили им повестку того, что мы вышли и нас все обсвистали, как врагов народа. потому что я вышел на стадионе Зенита с розочкой Спартака, понимаешь? Это тебе кажется, что вы перебили? Ну, я тебе скажу... Это было воспринято как... Я после этого читал... Ну, ты понимаешь, я свяжу за... Ну, это было актом самоубийства и таким, в общем, самосожжения. Но в тех роликах, которые были монтированы, вас освистывают как врагов народа. Слушай, ты это видел эти два ролика, которые показывали, их только два, и все. Один, по-моему, даже вообще. Я один видел. Ну, вот он один и есть. Все. Понимаешь? Просто, насколько я знаю, именно этот ролик и был показан, опять-таки, в администрации президента. Да. И было продемонстрировано, смотрите, как народ относится к группе Би-2. Народ, давай! Пусть новая срена! Народ, давай! Пусть новая срена! А все показывают меня с этим... со Спартаком и объясняют, что если бы любой человек вышел на стадион Зенита со Спартаком... Ну, это все равно бы он обречен был. Да, его бы обсвистали, понимаешь? Что в результате... Я поломал им повестку вот этого чистой ненависти, понимаешь, которая была построена только на том, что мы вышли на сцену. Я сделал это все... Соскочить нельзя было? Мне хотелось поучаствовать. Я люблю на рожон лезть. Вот. Это вот именно то и было. Да. И мы нашли выход, понимаешь? Как изменилась история с группой после этого матча? И были ли у вас еще какие-то концерты до того момента, когда ты... Я имею в виду в стране, в России? После этого? Да. Нет. Все. Ты заявил вот это вот... что ты не вернешься в декабре? Ну, сейчас у меня, честно говоря, уже вот... Ну... Нет никаких, наверное, уже вообще никаких тормозов. То есть, ну, я не то, чтобы я собираюсь теперь вступать в ряды политиков. Морду кирпичом сделай! Мне говорят, типа, зачем вы лезете в политику? Война — это не политика. Политика заканчивается, когда начинают греметь пушки, понимаешь? Я все время повторяю себе, вот развал Советского Союза, стартовые позиции у трех стран Беларуси, Украины и России, они были достаточно близки, одинаковые. То есть, изначально вот раскололось у этих, того не хватает, у этих, но в целом старт один и тот же. Почему Украина столько раз меняла власть, выходила на улицы, и их что-то не устраивало, они добивались этого своими Майданами, Евромайданами. Ни у белорусов, ни у русских ничего не вышло. Значит, не пришло время. Я думаю, что тут ситуация такая со страной, если, знаешь, как природа, она, если тебе совесть не нужна, вот, то твоя биологическая природа, она, тогда ее избавляется. Не надо, не надо, все. тебе вот, то есть, природа, она тебе просто помогает выживать, понимаешь? Если тебе мешает совесть, то она просто уходит, и ты о ней забываешь, и просто к ней больше не обращаешься, понимаешь? Видимо, надо так уже испить эту чашу до дна настолько, чтобы просто вот морды в асфальт, и понимаешь, и просто когда-то уже свое лицо будешь не узнавать в зеркале. То есть, видимо, надо уже довести такую ситуацию до катастрофы такой, чтобы у людей, ну, хотя бы какие-то вопросы появились уже, кроме того, что там, типа, почему наших мобилизованных там так долго держат на войне. Мы не против войны, но просто, ну, это же свинство, понимаешь? А вот когда наступит этот вопрос самый основной, какого хера началась эта война, вот тогда я начну, наверное, задумываться о России уже в каком-то, ну, как, ну, мы сейчас говорим о путинской России, если я не знаю, как сказать, понимаешь? То есть, тогда, наверное, люди начнут задавать уже какие-то самые фундаментальные, основные вопросы, понимаешь? А пока я не верю в это все, ну, в это все. Я очень сочувствую, понимаешь? Мне очень жаль это количество людей, ну, я не говорю про Украину, которые там просто распределяли всю, практически, понимаешь? И убили там невинных этих огромное количество людей, там, это, это просто не, ну, в 21 веке, в любом веке это все дикость, вообще, абсолютная. то есть, это какой-то ужас, понимаешь? У меня тогда вот эта колыбельная, которая пришла ко мне, она вот все и сложила во мне, понимаешь? Это просто не то, что там, кто прав, а как с этим ужасом дальше жить, понимаешь? Вот в чем дело. Как этим людям дальше жить? Я, по-моему, я когда сказал, что я не поеду в Россию, не потому, я не знаю, как я буду жить с этими людьми рядом, понимаешь? Я не обобщаю, что все там подонки, сволочи, но ты же понимаешь, что если не происходит сейчас никаких перемен, значит, люди этого не хотят. А это самое печальное. Да, вот в чем вопрос. Я решил в какой-то момент, что я буду заниматься своим делом дальше, вот и любая песня, которую вот мы сделали, таким образом я могу принести какую-то пользу, миссию, как мы сегодня много раз об этом говорили, вот, то мне надо этим заниматься, продолжать делать. Вот таким я тебя помню. это, по-моему, год там, я думаю, что начало нулевых. Из Поконевска кто-то нарисовал, выглядит как фотография, но с Бодровым у меня, с Сережей. Фотография, это как раз тот момент, когда мы снимали в Питере клип, в смысле, наше участие в фильме, Брат-брата 2. Скажи мне, пожалуйста, коли мы Брат-брата 2, это один из основных упреков, которые мне предъявляют с тех пор, особенно в последнее время. Это то, что это, в общем, был манифест русского национализма, и, как бы, не чувствуете ли вы, Михаил, себя виноватым за то, что вы своим саундтреком помогли фильму сделать такую кассу и такую славу, и не переживаете ли вы за то, что приняли участие в, в общем, в фильме, который в итоге принес больше зла, чем добра. Вы слышите такие претензии в свой адрес? Ну, я тебе скажу, что у меня у самого есть какая-то определенная претензия, но она не основана непосредственно на претензии к фильму. То есть, я тебе скажу так, что Гайя Ричи сколько фильмов выпустил, и нормально все с Англией, понимаешь? Ну, это ты сейчас говоришь о том, что не искусство формирует окружающую среду, а искусство отражает только. Отражает абсолютно. Оно задает вопросы, понимаешь? То есть, искусство задает вопросы, оно не отвечает на вопросы. То есть, это срез времени, там, как это все происходило, там, собственно говоря, на тот период времени, который уже касался, оказался такой определенной оттепелью, да? Да. шутить уже, там же не было таких прям, ну, вот, издевательские шутки, это нормально в кино. То есть, и обыгрывать темы, которые, ну, понимаешь, да, спенятся над этим противостоянием, там, бендеровцев и так далее. Знаешь, когда ничего не происходит, когда мир и так далее. Можно по этому поводу шутить, пускай это будет даже на грани чего-то там, понимаешь? Этот юмор тогда был уместен. Страну превратил в кошмар Путин, а не Балабанов. Да. Фильм вышел ровно на стыке, и 90-е же... Вообще ощущение было, что Америка друг. Да, это был комикс. Да. Комикс обычно, понимаешь? Балабанов говорит, мы снимаем каминьи. Он говорил, что это каминьи. это комикс был такой. Ну, как, я говорю, что, ну, это невозможно к этому относиться как к манифесту какому-то, понимаешь? Я тебе говорю, что сколько за границей, да, Америка, Англия, режиссеров, которые снимали, очень такие, Тарантино, понимаешь? То есть, это все, тоже все на грани какого-то там, он специально затрагивает какие-то темы, понимаешь? То есть, вопросы с этим шовинизмом, там, да, толерантностью, там, темные, белые люди, там, и все остальное. Хорошо, да, если я себе вопрос задаю, если у нас есть, у меня есть кнопка, которая отматывает время назад, и я, зная, что происходило со времени выхода фильма за эти 25 лет, я нажимаю на эту кнопку, отматываю, и у меня стоит передо мной решение вписаться, вот мне предложили сделать саундтрэк, или не вписывался бы. у меня нет сослагательного наклонения в моей жизни, вообще, я не рефлексирую, понимаешь? На тот момент времени я был уверен, что это здорово, просто, если бы, допустим, как ты сказать, знаешь, есть такой момент, когда ты чувствуешь полную уверенность, что у тебя все получится вообще в жизни, поэтому мне, как многие там говорят, что если бы не Брат 2, я тебе скажу так, не был бы не Брат 2, было бы что-то другое, понимаешь? тогда этот фильм делался с любовью, потому что ты участвовал в этом тоже, понимаешь, не потому, что это как, а это просто интересная история, когда можно просто посмотреть на себя со стороны, вот даже на таких шутках, понимаешь, идиотских, потому что там же... У меня был огромный респект и доверие к Балабанову, потому что он очень был дико талантливым режиссером. Скажи, нам не нужен герой. Правда, что это, в общем, трибьют Навальному? Процесс внутренней эволюции у Навального был просто фантастический, то есть он развил в себе, скажем, все рецепторы, которые позволяют ему не только профессионально быть политиком, понимаешь, но еще и быть эмпатом, смотреть на ситуацию со стороны, то есть он себя сделал, и я его видел там раза два, наверное, и то там с какого-то расстояния, но огромное уважение, и я думаю, что это какой-то современный Иисус, наверное, потому что я думаю, что история с Иисусом это, собственно говоря, такая же история про бунтаря. Я человек не религиозный, но я рассматриваю все эти истории как аналогии, собственно говоря, Библии, в конце концов, это первая книга, которая подарила нам сюжеты, понимаешь. Скажи, а какая-то реакция от него была на этот фильм? Ты знаешь, очень трудно говорить. Мы же такие вот... Я вообще до сих пор удивлен, почему мы нравимся людям. Неожиданно. Неожиданно. Потому что я плохой человек, я не то, что плохой, я не идеальный, понимаешь. Но иногда вот приходят какие-то идеи, которые... Знаешь, очень трудно объяснять песню. Я понимаю, просто это очень горький вывод, который ты делаешь в этой песне. Там клип еще имеет значение, понимаешь. Формулирует приговор. Приговор общества. Что нам не нужен герой, да. Мы не готовы к нему, понимаешь. Вот, собственно, для чему доказательства и смерть Навального. Ты отдаешься отчет, что со всей этой трагической историей в Таиланде о группе узнали невероятное количество людей, которые даже к музыке не имеют никакого отношения. Просто то, что ты описывал. В некоторых местах люди тебя узнают и спрашивают, которые даже не знают название B2. Вы все стали известны одномоментно по всему миру. Вопрос. Не это ли просто сама судьба подсказывает вам тот самый момент, когда можно познакомиться с какими-то крупными людьми, знающими, как развивать проект в западном мире и записать англоязычный альбом. Ты знаешь, Миша, пока естественным образом это не получается. У нас было несколько песен, которые мы перевели. И есть опыты других музыкантов, которые пытались свою карьеру переиначить за границей, записав альбомы, там, синглы, включая участие известных продюсеров и все остальное. Это непредсказуемый момент, понимаешь? То есть и... Это непредсказуем ровно до того момента, пока ты не попробуешь. Я не вижу в этом... Понимаешь, для меня самое важное это когда я буду внутри чувствовать, что это надо. Тогда я вот... А так я не хочу время тратить на то, что вероятность того, что это случится, вот как ты это описываешь, понимаешь, очень маленькая вероятность того, что это у нас получится, потому что во-первых, тексты на английском я не смогу сочинять, понимаешь? Для этого существует много разных способов. Мне сейчас 50 лет с чем-то. И я лучше это время потрачу еще на два русских альбома или на три, я не знаю, или на четыре, понимаешь? на русском языке. Меня в этом плане мировая известность не интересует. У меня амбиции мои, чтобы у меня была возможность заниматься своим делом, честно, спокойно, без всяких каких-то этих вот отвлекающих вещей, понимаешь? То есть я не верю в это. Вот так сказать. Вот это ты произнес ключевую фразу. Да, я просто не верю в это, понимаешь? То есть я сейчас прямо у нас есть около пяти-шести песен, которые записаны вот таком вот, как без голоса, где мы с Янчиком просто дописываем текст. Но для меня сейчас важно, пока его нет и пока у меня вообще вот эти вот паузы, когда я просто пишу новое специально, ищу современное новое, понимаешь? Для меня это важно сейчас вот словить этот момент именно музыкальный. то есть я в течение двух лет не прикасался к инструментам, понимаешь? Вот после Таиланда, когда мы по морде дали на отмашь, понимаешь, российскому МИДу, я в этот момент понял, что да я ничего не боюсь вообще, понимаешь? Вот в чем дело. Я просто не боюсь ничего. То есть я боюсь обидеть родных, близких и так далее. То есть для меня человеческие эти все вещи, а это все, пошли нахуй, понимаешь? Потому что за мной придет авианосец, понимаешь? ее вечет вас всех, не зли моих ангелов, понимаешь? У меня появилась уверенность опять вот эта вот, понимаешь? Та, которая... Я знаю точно, что когда человек идет к своей цели, лучше не подходить к нему поперек дороги, потому что просто сломаешь хребет, понимаешь? Потому что ты идешь как танк, и тебе помогают все силы, которые только существуют на планете. Я сейчас говорю не о религиозных, я в этом плане верю в квантовую механику, в любовь и в искусственные зубы, понимаешь? У меня три моих троица. страха нет. Да, но это не значит, что теперь я буду писать песни о том, что Путин там ублюдок или что-то еще. Я теперь могу какие-то заявления говорить, такие, знаешь, ну как вот, смогу смотреть в своей судьбе в лицо, именно потому, что я теперь уже могу это делать. То есть я еще 10 лет назад, я бы это не смог бы. Хотя наша история сама по себе, конечно, она вообще поразительная. И я постоянно Шурюка это объясняю, что рок-н-ролл не может быть только я пою песни и все. Рок-н-ролл это религия, которая требует свои атрибутики и антуража и главное, самое главное образ твоей жизни, понимаешь? Поступки, что ты делаешь? Вот это рок-н-ролл. Потому что рок-н-ролл это не просто когда ты приходишь там кто сегодня поет там значит арию вот такой-то, да? Не знаю, кто это он. Послушали? Ну вроде неплохо, понимаешь? А рок-н-ролл это когда выходит человек на сцену и ты воспринимаешь его не просто как артиста который вышел на сцену а у тебя сразу выплывает картина, которая окружает этого человека аура, понимаешь? Ваша музыка в самые темные времена становится большим лучом света потому что мы покинули свой дом свою страну но в каждом дне хочется найти маленький лучик надежды музыка ребят она не просто музыка это любовь это надежда это счастье мы будем надеяться что мир станет другим что мир станет добрее и в нем будет царить только любовь аллилуйя по-русски па-н-ролл по-русски за просмотрю Продолжение следует...